Спустя два десятка лет в США возобновились досудебные слушания по делу над предполагаемыми организаторами нападения. А в Белом доме поручили рассекретить документы ФБР, связанные с расследованием трагедии, которая навсегда изменила мир. Репортаж Амира Хайдарова. 9 часов утра, 11 сентября 2001 года. Второй угнанный смертниками самолет врезался в южную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Эти кадры в тот день транслировали все телеканалы мира. Меньше чем через час здание рушится. Люди в панике бегут, спасаясь от обломков башни и огромных облаков дыма, которые сразу же окутывают все вокруг. Еще через полчаса падает Северная башня. В районе Нижней Манхэттен объявлена эвакуация. Полмиллиона человек спасаются от атаки, которую позже назовут самым ужасным террористическим нападением в истории страны. Сегодня утром была атакована свобода, которую мы будем защищать. Соединенные Штаты выследят и накажут виновных в этих трусливых нападениях. Всего в тот день террористы угнали 4 пассажирских самолета. Два из них врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке. Еще один протаранил здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый лайнер, который смертники планировали направить в Капитолий, упал в поле в штате Пенсильвания. Жертвами атак стали почти 3000 человек. Мой муж в тот день был на встрече в Северной башне на 99-м этаже. Сначала я надеялась, что он жив. Но после того, как мы увидели фотографии с места трагедии, я сразу поняла, что шансы на то, что он выжил, равны нулю. Печаль не покидает меня и накапливается с годами. Есть вещи, которые вызывают очень сильные переживания. Иногда мне говорят, ну ведь прошло уже 20 лет. Да, но чувство горя со мной навсегда. Завалы на месте Всемирного торгового центра разбирали 8 месяцев. В 2013 году там построили новую башню высотой 541 метров. Кроме того, рядом открыли музей и мемориал, где теперь ежегодно проводят траурные мероприятия. А американским школьникам рассказывают о трагическом событии. Я еще даже не родилась тогда, но все равно очень трудно осознавать, как много людей погибли. Они могли просто заниматься своими делами, работали или проходили мимо. Но в один миг их жизнь оборвалась. Акцию спланировали находящиеся в тот момент в Афганистане члены террористической организации Аль-Каида во главе с Усамой Бен Ладеном. Ради уничтожения которого США начали одну из самых затяжных военных кампаний в истории и вторглись в Афганистан. Бен Ладена обезвредили лишь 10 лет спустя, в 2011-м. А полностью покинуть страну американцы смогли только недавно, накануне 20-летия тех терактов. Не без критики и разногласий по этому поводу как вне, так и внутри государства. События 11 сентября полностью изменили наш уклад жизни. Радикалы, устроившие атаку 20 лет назад, всё ещё существуют. И угроза не уменьшилась. Поэтому мы делаем всё, чтобы извлечь уроки из прошлого и пытаемся предотвратить такие атаки в будущем. По большому счёту, подобные захваты самолётов удалось избежать благодаря ужесточению требований по авиабезопасности. В кабины пилотов с тех пор стали устанавливать бронированные двери, которые всегда на замке. Целиком и полностью поменялись правила прохождения предполётных досмотров, которые исключают любую вероятность нахождения злоумышленников с запрещенными предметами на борту. Амир Хайдаров, Хабар-24.